Добрый вечер! Информационная программа Наши Новости начинает свою работу в эфире в студии Елена Тарасова и Василия Морозов. Смотрите сегодня выпуски. Вода ушла, а проблемы остались. Как в Алтайском крае ликвидируют последствия разрушительных ливней? 40 лет спустя. Кто стал главным триумфатором юбилейных шукшинских дней на Алтае? Так говорят Эрзя. Что такое Тарама и Энышки Пас и как Алтайская Мордва провела первый национальный фестиваль? Найденное тело мальчика из Алтайского края, утонувшего на реке Катунь больше недели назад. Погибшего обнаружили 23 июля около села Усть-Мны в 44 километрах от места трагедии. После опознания было установлено, что этот ребенок один из тех трех, которых унесло течение. Напомним, в селе Аюла Чемальского района республики Алтай две 10-летние девочки и 9-летний мальчик бродили без присмотра взрослых в районе слияния рек Аюла и Катуни. Их затянуло на глубину. Поиски двух девочек продолжаются до сих пор. Кроме силовиков и спасателей в них участвуют и местные жители. Сильный ураган с крупным градом прошел в воскресенье в Алтайском районе края. В районе Турзона Бирюзовая Катуня, а также в республике Алтай из-за стихии на некоторое время было парализовано движение по Чуйскому тракту. Очевидцы сообщают, град размером с куриное яйцо оставил вмятины на машинах. Сильный ветер снес палатки и вырвал деревья с корнем. В Бирюзовой Катуне есть пострадавшие. Одного ребенка отвезли в больницу Горно-Алтайска. Ураган и ветер создал препятствия на дороге. Например, в районе Оржан-Суу повалил дерево, что стало причиной огромной пробки. Непогода обошла стороной Бийский район и село Сростки, где в минувшую субботу завершились юбилейные шукшинские дни. О тех, кто на этот раз получил главные премии Всероссийского фестиваля о людях и судьбах, связанных с родиной Шукшина, в репортаже Ильи Кочеткова. Раз в год главная улица Алтайского села Сростки становится пешеходной. А само село в обычное время тихое и даже сонное. Место встречи, паломничество многих тысяч людей. Фотограф из Барнаула Михаил Хаустов не был тут много лет, но на юбилейные чтения решил приехать. Да и признается, тянет сюда. Есть люди, например, которым постоишь рядышком, а потом и здоровье минимум на полгода прибавляется. Представляешь себе, никакие лекарства уже не пьются. Вот это место подобное? Ну, я считаю, да. По крайней мере, те, кто словил эту волну. А волну словили многие. Особенно заметно это сейчас, когда можно оглянуться назад и посмотреть на огромную работу, проделанную за прошедшие с первых шукшинских чтений годы. Губернатор Александр Карлин уверен, постарались все и власти, и народ. Уникальное культурное явление, культурный феномен общенационального звучания на шукшинские дни на Алтае. Сегодня вся страна на пикете. И деятели культуры, и представители власти, и просто обычные, простые люди. Где еще можно вот так пройтись по сельской улице с настоящей во всех смыслах звездой? Этой традиции уже 40 лет. Об этом рассказал сын одного из организаторов самых первых шукшинских чтений на Алтае, Михаила Мокшина. На первых шукшинских чтениях был живой артист, который все время видели по телевизору и в кино. Это Золотухин был. И вот, наверное, сюда и пошел народ, чтобы посмотреть вживую вот этих творческих людей. Главный приз за лучший фильм получила картина «Я учитель». Исполнитель главной роли и продюсер Александр Ковтунец признался, старался на победу, не надеяться. Свежи были в памяти переживания, когда на фестивале в Китае фильм, что называется, прокатили. Для меня несравненно ценней, что сегодня этот приз гран-при получен здесь, а не в Китае, потому что я сегодня увидел такую душевность, такую неимоверную пронзительность. Также награду достоились Александр Новопашин, Андрей Мерзликин, Дмитрий Марьянов. Главную литературную премию получил Михаил Тарковский. Завершился день показан на большом экране фильма «Победителя», а кто-то уже размышляет над тем, каким будут следующие шукшинские дни. В одном сомнений нет, они будут такими же душевными и, наверное, жаркими. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. В селе Шипунова снят режим чрезвычайной ситуации. Напомним, 20 июля из-за обильных дождей и подъема грунтовых вод там было подтоплено около 60 приусадебных участков и более 20 домов. Несколько дней в райцентре работали сотрудники МЧС. Они откачивали воду из жилых помещений, погребов и огородов, а также очищали водоотводы от скопившегося мусора и грязи, чтобы подтопления не повторились. Всего откачали больше 50 тысяч кубометров воды. Накануне, по данным спасателей, в райцентре уже не оставалось подтопленных домов, но 12 приусадебных участков еще частично были покрыты водой. Сегодня вода ушла полностью. В Шулаболихинском районе участка к дороге Барнаул-Каменная Бинь, которая размыла дождем, все еще не начали восстанавливать. Проведены пока первичные работы, чтобы избежать дальнейшего разрушения. Организованы временные объездные пути. Сегодня на разрушенном участке работали проектировщики, которые должны дать заключение, возможно ли реконструировать трассу и в какие строки. Кстати, получат ли компенсацию жители пострадавших от стихий районов, пока неизвестно. В Павловском районе из-за грозы шесть населенных пунктов лишились электричества. Как сообщили в Краевом управлении МЧС, электроэнергии не было в селах Колыванская, Арбузовка, Молодежная, в поселках Сибирские огни, Урожайной и Станции Арбузовка. Происшествие случилось в конце прошлой недели. И, как нам сегодня сообщили, менее чем через день электроснабжение удалось восстановить в полном объеме. Впрочем, в МРСК Сибири утверждают, что отключение было только в двух населенных пунктах. Вызваны были повреждения в связи с прохождением грозового фронта. Поскольку у нас постоянно находятся на дежурстве аварийно-восстановительные бригады, то практически немедленно началось тискание повреждения и восстановление. Одно из этих отключений было уже ночью, в темное время суток, что осложняло поиск и устранение аварии. Но, тем не менее, в достаточно короткие сроки повреждения были устранены силами аварийно-восстановительных бригад. Отметим, синоптики предупреждают, что грозовой фронт не уйдет из Алтайского края в ближайшие дни. Поэтому энергетики рекомендуют жителям региона при приближении грозы по возможности отключать электрооборудование и вынимать антенны из телевизоров. Кроме того, советуют не прикасаться к электроприборам. О них упоминал еще древнегреческий историк Геродот. А с Алтаем их связывают несколько столетий истории. В минувшие выходные в крае с размахом провели первый фестиваль мордовской культуры. Праздник проходил в Залесовском районе, где мордва составляет большую часть населения. О том, как представители одного из распространенных этносов возрождают свою культуру и насколько близки русские и мордовские народы, расскажет Екатерина Гаськова. Кстати, почти чистокровная мордовка. Чем, как ни песни, на родном ирзянском возвестить о начале праздника. В селе Борисово, где 80% жителей Эрзия, это подгруппа Мордвы, свой язык не забывали никогда. Пожалуй, только он все последние годы и напоминал им о корнях. Но на этот раз Зов в крови повелел вспомнить и древние обряды. Как только зазвучит тарама, значит, надо собираться все вместе, сплачиваться. Труба созывает всех на велень Озг. Это значит сельское моление. В этот момент эрзяне обращались к Богу. В их традиции он называется инишки-паз. Просили о мире, хорошем урожае, укреплении семей. И после обращения к инишки-пазу, вторая молитва, обращение к нашим предкам. Что когда проводим мы это сельское моление, и чтобы предки, духи наших предков, они тоже пришли к нам. С национальным колоритом познакомили депутата Госдумы от Алтайского края Александра Прокопьева. Он приехал на праздник по приглашению организаторов. Они первым делом показывают свою главную гордость – настоящее мордовское подворье. Этот дом-музей является практически точной реконструкцией традиционного мордовского жилища. Даже материалы, из которых он построен, те же самые, что использовали предки. К примеру, пол выполнен из березы. Она давала тепло стены из сосны, а потолок из пихты, которая, помимо всего прочего, давала такой дополнительный приятный эффект, как ароматизация помещения. То, с чего начинался любой такой дом, показал еще один обряд – свадебный. Знакомство семей, застолье, слезы невесты – так и хочется сказать, все в русских традициях. О переплетении русского и мордовского говорят и эти известные лица. Шукшина и Есенина оба народа считают своими. Мордва и русские – это одна семья. Мы не отличаем. Главное ведь не национальность. Главное, какой человек. И мы – одна семья. Сибирьки. Похожая одежда, кухня, менталитет. Ведь мордва, как и русские, во многом придерживается христианских традиций. Но была, рассказывают в Борисово, и обратная сторона сближения культур. Могу с вами поговорить. Сумрачи, ходатяем, кмонтонивечетем. То есть, добрый день, как ваши дела, я вас люблю. Вот особенно в 70-е годы. Нам запрещали на своем языке разговаривать. Вообще, такое гонение было. В деревне, да, мы знали всегда, что мордва. Но даже выезжая за пределы уже деревни, о-о-о, мордва. Но мы все равно гордились. А теперь вот как бы совсем уже такие горды. Даже в этом подъеме национального самосознания мордва похожа на русских. И тот факт, что эрзиане не потеряли своего «я», как нельзя лучше, говорит о дружбе народов. В любом случае будем жить. Корма-то меряму, да. Екатерина Гаськова, Александр Морозов и Павел Лауронин. Наши новости. Судьбоносное решение было принято в воскресенье. С главной оговоркой. К Олимпиаде не могут быть допущены и те, кто хоть раз за свою карьеру попытался на допинге. От Алтайского края поедут пять спортсменов. Тхэквандист Альберт Гаун, пловец Андрей Гречин, Сергей Каменский, пулевая стрельба, и Алексей Каравашков, и Андрей Крайтер. Гребля на байдарках и каноэ. Вот эта пятерка. У них у нас, ну, случаев допинга по ним не было. Но нет еще списка Макларна такого. Эта перепроверка идет проб 2012 года. Там участвовал Гречин и Каравашков. У нас пока такого списка нет. Но у них реальные шансы, что они поедут и примут участие в Олимпийских играх Рио-де-Жанейре. А вот алтайский борец Виталий Щур, увы, не поедет в Рио. 22 июля во время проведения контрольно-тренировочных схваток он все же уступил место москвичу Сергею Семенову в весовой категории до 130 килограммов. Сейчас все алтайские олимпийцы находятся на сборах. Некоторые делегации уже вылетели в Бразилию. Но официальные проводы из московского Шереметьева намечены на 28 июля. Такое ощущение, как будто второй раз отобрались на Олимпиаду. Все очень счастливы и довольны, а то находились в таком состоянии, в подвешенном. Понимаем прекрасно, что сейчас начнут все эти допинговые проверки. То есть не в плане того, что мы беспокоимся за какие-то там наши анализы. Больше беспокоимся за то, как эти пробы будут брать. То есть они могут как бы сейчас вот искусственно дергать и ночью, и любое время. И сейчас еще к этому надо будет готовить. Барнаул продолжает уходить под землю. Только за сегодня на страницах алтайских интернет-сообществ появилось несколько сообщений, предупреждающих водителей о возможных провалах асфальта на дорогах краевой столицы. Одно из мест, представляющих угрозу, пересечение улицы Никитиной и проспекта Комсомольского. Пока здесь небольшой провал, он огорожен, но дорожники не спешат его устранять. Поэтому в любой момент, предупреждают автолюбители, повреждение асфальта может превратиться в приличную яму. Не исключено ЧП на пересечении улиц Поповой и Балтийской. Пользователи соцсетей сообщили, что асфальт здесь также недавно проваливался. Отметим, что в этом году такие случаи очень часты. В интернете и средствах массовой информации сообщения о новых провалах появляются регулярно. Одним из первых в мае под землю ушел целый автомобиль. Перестать быть обычным человеком, думать, как машина, смотреть на все только объективно. И при этом бесконечно любить свою профессию. Все это следователи. Сегодня они отмечают профессиональный праздник. О том, почему каждый следователь это немного супергерой и как они празднуют свой день в нашем сюжете. Кирилл Терышкин расследованием уголовных дел занимается больше трех лет. До этого трудился в страховой компании, пока однажды не решился воплотить свою давнюю мечту, которая не покидала его со студенчества. Пришел в следственный комитет. Сначала работал помощником, а вскоре стал следователем. К, мягко сказать, своеобразной работе привык почти сразу. Выезжал на места самых изощренных преступлений с железной выдержкой. У каждого следователя, скажем так, это даже, наверное, не чисто психологически, а чисто физически, есть определенное отвращение к определенным видам, скажем так, происшествий. Ну, все равно все борются как может. У меня, к примеру, была всегда под рукой звездочка, которой я мазал себя под носом. И иногда просто даже в маске. Побеждать себя раз за разом. Необходимо прежде всего для того, чтобы найти виновного. Так, в ноябре 2014 года Кирилл столкнулся с одним из самых сложных дел за свою карьеру. Двойным убийством. Сестра погибшей, зная о том, что деды скопили себе на старость определенную сумму и прячут ее в квартире, сообщил об этом совершенно случайно, не подозревая о никаких последствиях своим соседям. У соседей созрел план и, соответственно, они совершили убийство с разбойом этих двух пенсионеров. Сегодня в следственном отделе нашего города трудится семь следователей. За шесть месяцев этого года они раскрыли больше ста преступлений. 53 из них тяжкие и особо тяжкие. График работы у следователей ненормированный. Кроме этого, они регулярно заступают на дежурство, где выкладываются по полной. Бывает, что более суток работают с целью установления всех обстоятельств, что потом само собой влечет, что на следующие сутки человек, конечно, уставший, но следователь у нас продолжает работать, как говорится, до победного. Руководствоваться не чувствами, а уголовно-процессуальным кодексом. Следовать не симпатии, а фактам. И постоянно искать только правду. Это и есть работа следователей. Татьяна Свинаренко, Сергей Доровских. Специально для наших новостей. А на этом наш выпуск завершен. Телефон редакции в Барнауле 722-440. Хорошего вечера. До встречи в эфире.